Запись есть. Добрый вечер, дорогие отцы, братья, сестры, матушки, детишки. Сегодня мы с вами, к изучению предлагаю вам послание преподобного Авы Дорофея. Их немного, и за один урок мы их все освоим. И всего лишь несколько ответов к братьям некоторым, которые находились в тех или иных искушениях. Они обращались с вопросом к Аве Дорофею, с просьбой молитв. И он им отвечает. Вот первое послание называется так. Послание поучительное к брату, попросившему его о бесчувствии и охлаждении любви. Но мы видим, даже и вопрос был интерес и задан. Быть может, не все православные христиане беспокоятся о том, что пребывает в неком бесчувствии по отношении к Богу, всему Божественному, а также в охлаждении любви к ближним. Для многих из нас это обычно наше состояние, и нет ничего для нас в этом страшного, казалось бы. А монахи внимательные, все-таки они живут все время во благодати, но по попущению Божьему попускается охлаждение любви, то есть бесчувственное сердце. Где-то читал я, был случай, когда уже после революционного времени, можно сказать, в таких монастырях подпольных, два духовника, они духовные братья, у них были духовные чады, они совершили постриг над одной из своих чад, и она на следующий день сказала им, что потеряла веру. Но они сказали, что такое бывает искушение, бывает это очень серьезное искушение, и только сильным людям попускается. И все-таки сказали, чтобы она исполняла постоянно свое монашеское правило, и просила у Бога милости себе. И к ней вернулась вера через несколько лет всего лишь. То есть было тоже такое бесчувствие. Когда у нас это возникает, бывает привыкание к богослужению, ко всему священному, к церкви, к требам. Бывает на требе можно наблюдать, что у нас тоже такое, можно охлаждение быть, и просто исполнить требу. На самом деле нужно, вот как даже отец Рафаил Карелин говорит, есть опасность при совершении требы, поскольку это не есть просьба именно нашей души, а нас люди попросили помолиться, отпевание совершить, или молебен, или освящение квартиры, или машины. И есть опасность, что мы к этому отнесемся так, как не к своему делу, а как вот исполнили просьбу всего лишь. Но надо тут внимание иметь, чтобы каждая молитва наша шла от сердца, и шла от ума нашего, то есть всеми чувствами, всеми мыслями, чтобы нам молиться Богу. Читая любую молитву по своему желанию или по просьбе людей. И вот это бесчувствие, я говорю, зачастую у нас оно есть, но мы на него не обращаем внимания. И что же предлагает Ава Дорофей, этому брату, который испытал такое состояние. При бесчувствии души, брат, полезно частое чтение Божественного Писания и умилительных слов богоносных отцов, то есть чтенистых отцов, пометование о страшном суде Божьем, об исходе души из тела и об имеющих ее встретить в страшных силах, то есть о мытарствах. Также полезно вспоминать о том, что мы должны будем предстать предстрашным и праведным судилищем Христовым. И не только в делах, но и в словах, и в помышлениях дать ответ пред Богом, и пред всеми ангелами Его, и вообще пред всем созданием. Дальше говорит, нужно помышлять, что мы услышим приговор, и он может быть страшный для нас, как в Евангелии говорится. «Идите от меня, проклятие во огне вечное, уготовленное дьяволу и ангелам его». Хорошо также вспоминать и великие скорби человеческие, дабы хотя таким образом смягчилась жестоко и бесчувственная душа и пришла в создание своей греховности. Не помню, в одном из житей, мне кажется, в Серафиму Вырискову был такой случай, что когда человек, не бедный, но как-то он потерял смысл жизни, уже задумался над плохим своим поступком совершить плохое дело, то как-то кто-то ему сказал, что можно же, у тебя есть средства, можно подарить бедным. Отвели его в бедную семью, он поделился своими деньгами и увидел радость детей, увидел счастье, увидел благодарность, и это отвело его от таких черных мыслей. И мы с вами, конечно, когда бывают бесчувствия, надо, как премудрый Соломон говорил, лучше ходить в дом плача, чем в дом смеха. То есть обратить внимание на окружающее несчастье у людей, по силам стараться помочь. Ну а первое, еще раз повторюсь, он говорит о том, что надо вспомнить, чаще читать Священное Писание, Святых Отцов, умирительные слова, и вспомнить учение о страшном суде, о смертном часе. И это все взбадривает душу, вновь придает ей силы к борьбе за свое спасение. Теперь вторая часть вопроса, об охлаждении любви к ближнему. Отвечает такова. «А в братолюбии изнемогаешь ты от того, что принимаешь помыслы, подозрения на ближнего и веришь своему сердцу. Это случается с тобою так же и потому, что ты не хочешь ничего потерпеть против своей воли». То есть бывает так, что нас уже ближние раздражают, мы не можем ничего потерпеть, случаются ссоры. И когда человек в себе это замечает, православный человек, то он должен в этом, конечно, исповедоваться и предпринять возможные усилия со своей стороны, но совместив их с молитвой к Богу. И тут сказано, что не принимать подозрения на ближних, не верить своим мыслям, помыслам, потому что по нашему учению святоотеческому помыслы наши зачастую – это мысли, беседы дьявола. Он нам влагает, особенно, конечно, чтобы рассорить нас с нашими близкими. Итак, прежде всего должен ты с помощью Божией отнюдь не веровать своим мнениям и всею силою стараться смирить себя пред братьями твоими и от всей души отсекать пред ними свою волю. Конечно, случаются конфликты, распри и раздоры чаще всего из-за того, что люди настаивают на исполнении своей воли и не знают сладости отсечения своей воли, когда человек смиряет себя и, молясь Богу, предается на его святую волю и соглашается во многом с мнением других людей. И у Аввадорофея, мы помню, читали тоже про отсечение своей воли, даже в бытовых вещах, когда мы с кем-то находимся, и человек говорит, хочу форточку открыть, а вам, допустим, немножко холодновато, то лучше всего пересесть в другое место или укрыться в чьем-нибудь, но не спорить с человеком. Ну, если это в допустимых рамках, конечно. Или напротив, вам хочется открыть форточку, проветрить, он говорит, я замерзаю. Ну, тогда потерпеть его немощь. Если кто-нибудь из них тебе досадит или как-нибудь опечалит тебя, то ты, по слову отцов, помолись о нем, как об оказавшем тебе великую пользу и о врачующем сластолюбие твоим. То есть чужая воля людей, она совершается с нами только, если на это есть божественное благословение или Божие попущения. Поэтому в любом случае внывать не надо. И случается это с нами зачастую, как здесь написано, чтобы врачевать наше сластолюбие. Допустим, сильно захотелось чего-то вкусного, кто-то нам этого не дал, такой возможности. И наша страсть сластолюбия уже подвигает страсть гнева и мы можем на него разгневаться, поссориться, поругаться, а потом еще и надолго это запомнить, злопамятство может еще. А здесь как раз нужно отсекать свою волю. Ну, не дает нам такой возможности полакомиться. Надо потерпеть, значит. А за него помолиться, как за своего благодетеля. Вот, ну, напомню, есть молитва такая, старец Амроси Оптинский предлагает ее своим чадом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй рабу твою, допустим, с кем поругались, или раба твоего. И если этот человек молится, то еще добавлять, и его остальным молитвам помилуй меня грешного. И тогда все козни дьяволские разоряются. То есть, еще раз, врачество какое? Если охлаждается любовь к ближним, то надо отсекать всякие подозрительные помыслы против этого человека, вот, потерпеть что-то против своей воли, то есть, смириться, вот, и помолиться за этого человека. И таким образом, Господь, видя такое наше усердие, возвращает нам любовь к ближним. А это очень хорошее состояние, когда такое великодушие, доброта ко всем, даже тем, кто нас обижает. Вот. И это, конечно, хорошо. Прежде всего, моли Бога, дать тебе внимание и разум, дабы ты мог знать, в чем состоит воля Божия, благая и угодная, и совершенная, а также и силу быть готовым ко всякому благому делу, ибо Ему подобают всякая слава, честь и поклонение в веки веков. Аминь. Это вот первое такое послание. Видите, говорит, надо еще молиться, чтобы Господь открыл нам свою волю. Ну, и когда мы читаем очень нашу молитву, то там говорим, да будет воля твоя, якобы, и на земле. То есть, чтобы через нас совершалась воля Божия. Еще послание к тому же брату, угнетаемому искушением. Я так понял из ответа, что брат в своем письме к Ави Дорофею жалуется на многие случаи, перечисляет прям много таких примеров, когда его обижали, когда кто-то виноват, где-то какие-то непорядки в его окружении. Много перечисляет. И вот Ави Дорофей не отвечает на каждый из его вопросов. И это делает очень премудро. Сейчас вот будет ясно почему-то. «Прежде всего, брат мой, надо бы сказать, что мы не знаем путей промысла Божия, и потому должны предоставлять ему устроять все, касающееся до нас, а тем более должно поступать так теперь, то есть во время искушения». Допустим, случилось, что нас где-то кто-то обидел, и опять надо веровать, что все по промыслу Божьему случается, что Господь заботится о нас. Но знаете, почему так случается, что всякие искушения? В итоге в любом искушении виноваты мы сами. Виноваты наше устроение. Если бы нам не было необходимости врачевать наши страсти и недуги, Господь бы никогда не попустил, чтобы нас кто-то обидел. Конечно, еще обижают, бывает, и святых людей, но они уже терпят для спасения обидчиков, для молитвы за других людей. А нам с вами надо помышлять, мы люди грешные, и если что-то с нами неприятное случается, вот искушение, надо понимать, что Господь врачует тем самым наши страсти, болезни греховные, которые не дадут нам пройти мытарство. Если у нас с вами высшая цель, это быть ближе к Богу, и в этой жизни, чтобы полюбить Бога всем сердцем, всей мыслью, всей крепостью своей, и в будущем наследовать Царство Небесное, то тогда все эти искушения принимаются даже с радостью. Бывает со скорбью за обидчика, но с молитвой за него. Если кто-то видел Таджирскую передачу, последнюю, номер 7, то там Александр Сергеевич говорит, что да, мы все мечтаем о Царстве Небесном, но надо что-то и потерпеть еще, потрудиться ради этого. Ибо если ты захочешь по человеческим мыслям судить о случающемся, вместо того, чтобы все возлагать, всю свою печаль возлагать на Бога, то такие помыслы лишь утрудят тебя. Здесь надо очень внимательно вникнуть. Авадорофей говорит, если ты будешь сейчас разбирать, как мы бы сейчас сказали, психологию случившегося конфликта, почему он так поступил, а если бы тот, это из-за того, что тот ему так на меня наговорил, наверное, из-за этого, видимо, против меня что-то злоумышляют, это из-за того, что у него есть какие-то страсти, он на меня так разневался и прочее. Авадорофей говорит, ты замучишь себя такими помыслами, даже это помыслы вражи, ты будешь, если будешь их принимать, то ты принимаешь себя уже семя врага, и это только будет такие помыслы лишь утрудят тебя. Вот это очень важно, не разбираться, бывает, ну, кто-то у нас спрашивает, жалуется на кого-то, ну, такие подобные ситуации рассказывают, и когда ему отвечаешь уже словами святых отцов, как здесь Авадорофей говорит, надо потерпеть, нас, бывает, перебивают, и говорят, да нет, вы не поймете, потому что так и так, а если бы так, то-то, вот, это слушать не надо, и надо, так сказать, умерять человека, сказать, нет, все-таки основная причина, это твоя немощь, твои страсти, и Господь таким образом очищает тебя от страстей, ну, надо все принять как от руки Божьей, итак, когда восстанут на тебя противные помыслы и начнут утеснять тебя, ты должен взывать к Богу, Господи, как ты хочешь и как ты знаешь, устрой это дело, видите, полная отдача себя на воле Божьей, ибо промысел Божий делает много сверхнашего соображения и надежды, то есть, Господь лечит нашу душу, и иногда предполагаемое нами на опыте бывает иначе, одним словом, во время искушения нужно иметь долго терпение и молиться, а не желать, как я сказал, и не полагать, что можно человеческими помыслами преодолеть помыслы иисусские, в этом плане, конечно, очень ущербна психология, и сейчас, вот как я вам говорил, есть некоторые священники, слишком увлекаются психологией, становятся такими, как тренерами на тренингах и прочее, учат чисто такие безбожные вещам, как всякие немощи преодолеть человеческими силами, они не преодолеваются, страсти не преодолеваются нашими силами, а только благодатью Божией врачуется, а наше дело не роптать и взывать к Богу, и доверять полностью Ему. Зная сие, Авва Пимен сказал, что изречение повелевающее не заботиться о завтрашнем дне относится к человеку, находящемуся во искушении. То есть, когда говорится, что не заботься о завтрашнем дне, пусть он сам о себе заботится. Это что? Чтобы мы не переживали, как же завтра все это произойдет, а сказать, Господи, как ты сам знаешь, устрой это дело. Ну и, конечно, тут же за себя помолиться, из-за этих людей, с которыми завтра как-то нам тоже нужно будет общаться, быть может в непростой обстановке. За них искренне помолиться, пожелать им спасения. Итак, сын мой, веруя, что это истина, оставь всякий собственный помысел, когда хотя бы он был и разумный. Имей надежду на Бога, которая надежда может сделать несравненно более того, чего мы просим или о чем помышляем. И дальше вот тоже внимательно. Я мог бы отвечать на все, что ты сказал, но не хочу противоречить ни тебе, не даже самому себе. Если бы Ава Дорофей отвечал на все прецеденты, которые брат, видимо, перечислил в письме своем, то он бы убеждал этого брата и противоречил его измышлениям. Говорит, не хочу этого. Но дальше пишет, даже себе саму не хочу противоречить. Почему? Потому что только что он сказал, не нужно ничего разбирать и домысливать, а возлагать всю надежду на Бога. Поэтому, если бы он сейчас стал разбирать, он бы сам себе противоречил. Только желаю показать тебе путь к надежде на Бога, ибо сей путь есть безопаснейший и самый твердый. Говорит дальше, Господь с тобою. Еще одно послание к тому же брату. Вспомни, сын мой, того, который сказал, что многими скорбями подобает нам в нити в Царстве Божьем, и не определил сколькими и какими именно, но сказал неопределенно многими скорбями. Итак, с благодарением и разумно переноси находящее на тебя. Если имеешь грехи, то как сладкое, то есть как врачество. Если же не имеешь их, то как очищающий тебя от страстей и ходатайствующий тебе Царство Небесное, человеколюбивый и милосердный Бог, запретивший ветру и море и сотворивший тишину великую, да запретит и твоему искушению, сын мой, и да даст тебе широту сердца, чтобы ты мог разуметь коварство уражий. Видите, вот человек, которого заботит прежде всего чистота сердца, заботит то, что сердце на данный момент нечистое, и это нас разделяет с Богом, это нам не дает возможности любить наших ближе. если вот об этом скорбь все время у человека, то все находящее он принимает как лекарство для этой скорби. Дальше. Значит, вывод какой, чтобы переносить все скорби, нужно иметь, как говорит апостол, покаяние нераскаянное, то есть всегдашнее покаяние, всегдашнее желание измениться и для того, чтобы быть чище, чтобы общаться с Богом. Еще одно послание. к брату в патсуму в трудную болезнь и различные преткновения. Прошу тебя, сын мой, терпи и благодари за преткновение случающееся в болезни по слову сказавшего все елико аще все елико аще нанесено тебе будет прими за благо. Это сирарх сказал. То есть все принимай находящий скорби принимай за благо. Чтобы намерение промысла исполнилось на тебе сын мой так как ему благоугодно и так будь мужественен укрепляйся о Господе и уповай на его попечение Бог с тобою. Ну какие будут преткновения в болезни все-таки заболел человек получается надо лечиться надо изменить свой образ жизни надо это лекарство доставать получается решать проблемы как же поститься тогда вот ну то есть привычный образ жизни меняется разные преткновения но все это надо потерпеть возлагая поводи на Бога дальше к брату находившемуся во искушении мир тебе о Христе брат принуть сердце твое верить что непременно сам ты подал повод к искушению хотя теперь в настоящем случае ты и не находишь то есть бывает так что случилось с нами какое-то искушение но мы со своей стороны посмотрели на свое сердце призвали свою совесть и не находим почему человек с нами так поступил вроде бы мы не дали повод к этому вот а Авадорофей учит принуть твое сердце верить верить в то что все-таки ты подал повод представляете наш разум наши мысли говорят я не подал повод то есть он неадекватно с нами поступил человек мы в этом не виновны что он так поступил но верить сердце наше должно в обратное что все-таки мы дали повод и казалось бы можно сказать что здесь самообман наверное человек себя хочет просто успокоить а на самом деле это вернейшая истина еще раз скажу потому что эта мысль очень важная но она не всегда усваивается из этого все искушения происходят все что с нами происходит несчастье предновидение всякие вызвано нашим испорченным сердцем это как врачество для нас ну а если уже кто-то из нас станет святым человеком и уже точно нет никаких с нашей стороны поводов чтобы нас смиряли то как награда как огонь очищающий золото ну наверное нам лучше по первому пока думать вариантов к тому же брат не удивляйся сын мой если находясь на пути ведущем горе то есть в небо ты впадешь в тернии и тину случаются опять и гладкие места ибо находящиеся в подвиге иногда падают а иногда сами не излагают противников великий иов сказал не искушение ли житье человеку на земле то есть человек живет и все время искушение и некто другой святый сказал муж не испытанный искушениями не искусен знаете как говорится за одного битого двух небитых дает то есть когда человек вот прошел трудности претерпел что-то то он уже надежный человек искусный и он другим может помогать ибо мы бываем искушаемы для обучения вере для того чтобы мы были испытаны и научились бороться господь сказал в терпении вашем стяжите души вашим итак надежда на благой конец да поможет нам во всем случающемся что значит надежда на благой конец это вера в то что все с нами случается по промыслу божьему надежда на то что все это завершится для нас благим образом вот когда человек прибегает к богу то любое искушение будет ему на пользу любое для этого господь нас и обучает и святой апостол получая нас терпению говорит верен бог ижи не оставит вас искусите сяпача ежи можете но сотвориться искушением и избытие якого смущи вам понести то есть говорит что бог не посылает искушение выше нашей силы но вместе даже с этим искушением он нам дает свою помощь и господь наш сама истина да утешит тебя говоря в мире скорб не будете но дерзате яка аз победих мир то есть ничего нам мир не может сделать если это не будет богом попущено а бог нас любит если попускать значит нам это нужно всему поучайся всем пребывай и вспоминай господа и благости его сын мой он поможет тебе во всем ибо он милостив и знает немощь наш он вновь да запретит волнам и сотворит тишину в душе твоей молитвами святых его конечно мы должны еще веровать что бог самое близкое к нам существо он знает все наши болезни немощи боли страдания смятения это все все ему известно и он готов нам во всем помочь только нам надо не забыть призывать его в помощь потому что насильно он не помогает если не зовут а призывать нужно ну в идеале это все призыв идет посредством иисусова молитва которую можно как говорят от обстоятельств немножко изменять ну как вот старец Авросий говорил за кого-то сначала помолиться и потом уже за себя к примеру к тому же брату как за телами следуют тени так и за исполнением заповедей следует искушение ибо некто сказал ибо никто сказал великий Антоний не войдет в царство небесное без искушения искушение мы с вами воспринимаем как сплошные несчастья на самом деле искушение это испытание и никто не войдет в царство небесное без испытания без искушения они богом попущены итак не удивляйся сын мой что заботясь о спасении своем ты встречаешь искушение и скорби но терпи без смущения и молись благодаря что ты за исполнение заповеди сподобляешься быть в искушении для обучения испытания души твоей благий бог да подаст тебе во время искушения внимание и терпения напомню еще евангельское слово господь говорит горе миру от соблазнов потому что есть нужда чтобы соблазны пришли всякие искушения есть нужда то есть мы мы нуждаемся в этом наша душа больная нуждается вот в таких врачествах но дальше что говорит горе человеку через которого приходит соблазн то есть если к нам соблазн пришел в общем-то в этом греха нет а если через нас пришел соблазн то в этом грех как интересно говорит Ава Исаак Исаак Сирин вот пусть тебя гонят ты не гони пусть тебя обижают ты не обижай пусть тебя осуждают ты не осуждаешь пусть на тебя клевещут ты не клевещи вот для нас такая запад как в народе еще говорили господь терпел и нам велел или терпел Моисей терпел Илья терпел Елисей потерплю и я вот так народ утешал себя в трудности к тому же брата мы создание и дело благого и человеколюбивого Бога сказавшим живу аз глаголит Господь не хочу смерти грешника но еже обратитесь и жив быти ему и так же не придох призвать и праведники но грешники на покаяние и так если это истина и мы так веруем то возвержена Господа печаль твою и той тебя припитает то есть спасет ибо он печется о нас он даутешит и твое сердце сын мой молитвами святых аминь помните еще в псалтире Давида говорится наказуя наказами Господь смерти же не предадим я то есть пожалел еще у Исаии говорится во время пострика монашеского читается это изречение что может ли забыть женщина только что рождена ею дитя если даже и она забудет я тебя никогда не забуду так Господь говорит обращается к каждой душе ну то есть невозможно себе представить чтобы женщина носила девять месяцев ребеночка родила и забыла за него но даже если и она забудет то я тебя все равно никогда не забуду то есть Господь постоянно о нас помышляет хорошо рассудил Авва Пимен что изречение повелевающее не заботиться о завтрашнем дне сказано человеку находящемуся в искушении это уже повторяет потому что другому брату это похоже послание не будем разбирать теперь еще к некоторому очень больному брату имевшему различные худые помышления о том кто заботится о его нужде ну то есть брат лежит видимо больнице монашеской а там есть братья которые имеют послушание больничных ухаживают все прибирают приносят снадобья а у одного из больных возникнут такие худые помышления о тех кто заботится во имя Иисуса Христа брат мой не будем ничего иметь против ближнего ибо мы должны препобеждать и покрывать это любовью никто не говорит ближнему своему зачем ты не любишь меня но сам делая достойное любви привлекает и ближнен как любви то есть ну вот в евангелии нет заповеди чтобы нас любили чтобы мы об этом как-то старались но есть заповедь чтобы мы любили ближних а касательно потребностей телесной скажу что если кто достоин успокоения то есть сарацинское сердце бог вразумит оказать ему милость по его нужде если же он недостоин или ему не полезно при обучении его быть утешенным то хотя бы он сотворил новое небо и новую землю не найдет покоя а сказанное тобою что ты отягчаешь братьев очевидно есть самооправдание ибо никто помогая ближнему желающему спасения исполнять заповедь божию не говорит ему я отягощаю тебя то есть немножко может непонятно поясню то есть у брата был первый помысл недовольство видимо охота по отношению к тем кто ухаживает за ним вот и ну что-то недоставало ему видимо не все не все необходимое приносили вовремя авадорофей говорит если бы нужно было что вовремя все так бы и было а тебе видимо надо еще и потерпеть кроме болезни теперь случается среди мирских людей такое лукавое помышление что я отягощаю своих родственников поэтому лучше бы я умер вот сегодня рассматривал прошение за одного самоубийцу и родственники говорят что он не хотел чтобы нагружать собою своих родных и повесился видите до чего доводит дьявол авадорофей говорит даже на эту тему не надо унывать потому что ты своей болезнью помогаешь брату исполнять запрати любви и он спасается таким образом нельзя говорить я отягощаю тебя кто ненавидит огорчающих его тот ненавидит кротость а кто бегает от оскорбляющих его тот бегает от покоя у Христе видите интересно если человек ненавидит тех кто его огорчает то значит такой человек ненавидит кротость а если убегает от оскорбляющих его тот бегает от покоя в Христе то есть бывает так что Господь своим промыслом устрояет все вокруг нас все потребное дает в том числе и неких людей которые к нам не очень хорошо относятся чаще всего мирские люди неверующие хотят изменить обстановку уйти из этого коллектива вот от этого начальника и прочее но это не для нас не для верующих такое а мы должны изменить не обстановку которую создал Бог а себя изменить потому что Господь создал обстановку чтобы мы изменились к лучшему вот недавно где-то прочитал я один старец когда заболел за него духовный чадо молились и хотели порадовать его что вот мы за вас молимся чтобы вам было лучше он говорит так не молитесь чтобы мне было лучше но молитесь чтобы я стал лучше вот это правильная христианская православная мысль состояние вот я сейчас попробую найти стихотворение одно которое касается нашей темы есть такой писатель вернее поэт но он скончался Александр Солодовников значит это можно сказать современник Маяковского Цветаевой Ахматовой вот Маяковский жизнь с ау-убийством покончил Цветаева жизнь с ау-убийством закончила вот то есть они не смогли терпеть то что в России происходило что своя у них нищета была до этого они очень неплохо жили а вот Солодовников прошел лагеря аресты смерть двоих детей абсурдное обвинение в шпионаже в результате 6 лет на Колыме но все это не сломило поэт а еще больше укрепило его веру эти ужасные события были восприняты им как испытание которое он должен принять со смирением подобно праведному Иову и много у него стихотворений из цикла тюрьма я одно зачитаю так покаяние есть молитва благодарение Богу Божьей Матери стихи и знаете такое в каждом стихе практически благодарение такое интересное вот я зачитаю один решетка ржавая спасибо спасибо старая тюрьма такую волю дать могли бы мне только посох да с ума мной не владеют больше вещи все затемняет и глуша но солнце 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 блещет и громко говорит душа запоры крепкие спасибо спасибо лезвия штыка такую мудрость дать могли бы мне только долгие века не напрягая больше слуха чтобы целеть тревоги дня я слышу все томления духа с экклезиаста до меня спасибо свет коптилки слабый спасибо жесткая постель такую радость дать могла бы мне только детство колыбель уж не боюсь сетях уж я не бьюсь сетях словесных ища причин добру и злу но чую близость тайн чудесных и только верю и люблю видите практически по ави дорофею уж я не бьюсь в сетях словесных то есть не пытаюсь разобраться психологически понять что-то а только верю и люблю вот дай бог нам такое устроение православное тогда знаете очень многие искушения будут восприняты правильно и нам принесут очень большую пользу и нам даст возможность другим людям правильно уже подсказывать как им каких жительских обстоятельств как поступать и прошу отцов не увлекаться психологией потому что я знаю что некоторые стремятся к этому изучая психологические книжки я смотрел есть такой сайт карелин.ру по-моему называется отца Рафаила Карелина его часто спрашивают как вы относитесь к православной психологии он говорит лучший совет православного психолога следующий он должен сказать тому человек который к нему приходит не ищи брат спасения в психологии а иди к хорошему духовнику это лучший совет психолога потому что иначе знаете очень много их развелось психологов а психология зиждется на двух столпах это юнг и фрейд люди совсем потерявшие всякие границы даже не только божественного человеческого вот и оттуда все идет поэтому не надо увлекаться психологии не себе лично не тем более прихожан получать пытаться а читать лучше святых отцов будем и вот то что мы сегодня разобрали ну не знаю как я смог донести но в это ну великая такая мудрость может быть я не смог выразить своим скудным языком ну на этом наша беседа закончена можно выключать запись